Началась картика, одна из замечательных, вечных, прекрасных картик Вриндавана. Лотосы во всех прудах и озерах расцвели. Жасмин выполнял всю пространство сам сладким ароматом. И прекрасная деревня Вриндавана была совершенно счастлива. Это осень, самое замечательное время года, пожалуй, когда люди, животные, природа очень счастливы и спокойны. И вот в замечательное тихое счастье неожиданно ворвался страшный ураган в виде демона. Конечно же, демона Риштасуры, который выглядел как бык, ужасный бык с ноздрями, дыхающими пламя, с рогами, за которые цеплялись облака, казалось, цеплялись облака с горбом, на котором мог усесться. Даже господь Индра, если бы того захотел, его хвост подметал землю, копыта вырывали холмы из земли. Они были настолько страшными и острыми, что в Раджу Пхуми было очень больно. Когда он начался по ней со страшным топотом и ревом, Риштасура появился как раз в тот день, когда маленькому, тогда еще маленькому Кришне Риндауна Дулалу, дорогому, всем сердцем Ричбасе, маленькому пастушку, очень захотелось потанцевать. Да, еще днем Кришна передал через своих друзей послание своим дорогим подружкам Гопи о том, что ему хотелось бы вечером потанцевать. Все были очень рады этому предложению, однако мы, ужасный Риштасура, нарушив покой в пастушке деревни, перевернув все планы. До Кришны новости о том, что ужасный демон в форме быка ворвался в его деревню на Нандаграм. Дошли несколько позже, потому что он был очень-очень занят, он играл. Он играл и паст коров неподалеку от Гавардхана. В неподалеку от Гавардхана, потому что Кришна обещал когда-то, очень давно, что каждый день все Ричбаси по той или иной причине будут приходить на Гавардхан. Мало того, он очень-очень любит Гавардхан, который является его воплощением в форме великой и замечательной горы. Поэтому Кришна играл на Гавардхане и мечтал о том, как вечером он сможет счастливо потанцевать со своими дорогими подружками. В это время его мечты были разбиты грохотом копыт, пылью вздымаемым острыми разрывающими грудь земли, копытами и страшным бычьим ревом. Кришна издалил, увидел облако, тучу пыли и понял, что сейчас ему придется заняться чем-то другим. Ему придется выйти из мечтательного настроения и сразиться еще с одним демоном. Демоном звали Рештасура. Рештасура, асура, значит, демон, и Кришна, несмотря на то, что этот демон принял форму быка, был совершенно решительно настроен. Он понял время сражаться. Кришна Адди Пуруша, изначальный Господь, и, конечно, у Пуруши всегда есть желание сразиться, сразиться со многими демоническими личностями, с настроениями демоническими и со всякими неблагоприятными вещами во Вселенной. Однако в духовном мире демонов настоящих демонов нет, есть только их изображение, скорее, да, похоже, как Санта Нагасавиевич нет, похоже на картонные образы демонов. Поэтому именно около Вриндавани Кришна имеет возможность по-настоящему проявлять свою доблесть. Востушь, доблесть Верховного Господа, доблесть четырехрукового Васуды, защитника миров. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok